МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Нормы жизни, развития физической культуры и спорта обсудили на расширенном заседании в Москве. Побратимы и партнеры Чуваши заинтересовало венгерских инвесторов. В зоне особого внимания детские сады Чебоксар проверяют на антитеррористическую защищенность. Сегодня российские выпускники сдавали первый обязательный экзамен математику. В Чебоксарах сдача ЕГЭ обернулась трагедия. В 38-й школе во время экзамена умерла выпускница 27-й столичной школы. По данным Минздрава Республики, девочка страдала редким заболеванием и имела право сдавать ЕГЭ по упрощенной системе. Однако выбрала профильный уровень, чтобы иметь возможность поступить в ВУЗ. Девочка страдала редким орфанным заболеванием, находилась под постоянным медицинским наблюдением, получала постоянную базисную терапию, которая поддерживала ее состояние в категории удовлетворительного. Значит, действительно, она с 16-го года находилась на домашнем обучении. Девочка сдавала математику на общих основаниях. Она постоянно находилась под медицинским наблюдением. Значит, соответственно, перед сдачей ЕГЭ была осмотрена медицинскими работниками. Где-то примерно в 11.15 было сообщено, что девочке стало плохо. Наши медицинские работники, которые приказом определены для медобеспечения пунктов сдачи ЕГЭ, стали оказывать первую медицинскую помощь. Дополнительно к этому подъехали две бригады скорой медицинской помощи для оказания реанимационных мероприятий. Они были оказаны в полном объеме, но, к сожалению, девочку спасти не удалось. Сфера спорта, физической культуры была и остается одним из приоритетов социальной политики страны. К 2024 году в России к систематическим занятиям каким-либо видом спорта планируется привлечь более 55% жителей. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. О том, как за пять лет достичь этих показателей, будут решать профильные министерства и ведомства. При Госсовете России создана рабочая группа по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», в которую входят депутаты, главы регионов, губернаторы, руководители различных спортивных федераций и общественные деятели. Глава Чуваши возглавляет подгруппу рабочих группы Госсовета России. В Москве Михаил Игнатьев провел первое заседание по направлению физическая культура и спорт. Мотивация россиян к введению здорового образа жизни, занятию физической культурой, стала национальной целью на ближайшие годы. Спорт должен стать нормой жизни. Среди первоочередных задач – выстроить более эффективную структуру управления отраслью. Нас тревожит прежде всего по анализу, правда, 17-го года. Это 17% муниципальных образований, где вообще отсутствуют какие-либо специалисты отрасли физической культуры и спорта. Все-таки мы понимаем прекрасно, что кадры решают все, и система управления, она сегодня достаточно эксклюзивна. Безусловно, нужно взаимодействие регионов. Если, к примеру, в Алтайском крае существует острая нехватка тренеров, то помочь в этом могут в Свердловской области. Здесь наладили систему подготовки спортивных кадров, и она вполне оправдывает себя. Ежегодно на рынок труда Свердловской области выходят около 600 выпускников – специалистов в области физической культуры и спорта. Из них более половины – это специалисты с высшим образованием. Мы хотим целевое направление на то, чтобы делать некий государственный заказ в специализированные учебные заведения. Структурно-спортивная направленность и благо у нас в Свердловской области таких у нас 8 вузов, вернее, 4 высших учебных заведения, которые выпускают специалистов в отрасли физкультуры и спорта, 8 в организации среднего профессионального образования. Еще одна проблема – нет выстроенной системы преподавания физкультуры в школах. Ребенок находится 11 лет в школе, и урок физкультуры, к сожалению, не решает этот вопрос. Во-первых, потому что, наверное, этот урок меньше всего у нас в школе подготовлен. В принципе, наверное, в стране нет программы физического развития населения. Мы должны совершенно четко создать программу, какие физические навыки в зависимости от возраста, от пола, показатели медицины должны мы развивать, и какие виды спорта помогут в этом направлении. И если с молодежью все понятно, большинство из них и так активны, то поддерживать интерес к физкультуре у людей среднего и старшего возраста намного сложнее. Для этого в регионах должны создаваться условия, при которых занятия спортом должны стать максимально доступными. Футбольные поля, волейбольные площадки, удобные лыжные трассы, уличные тренажеры в шаговой доступности. В перспективе внедрения программы «Плавание для всех, плавание для жизни». «Плавание для всех, плавание для жизни. Это не вид спорта той федерации, которую я представляю. Это действительно жизненно важный навык. И хочу сказать, что, конечно, очень много, или даже не все, но в значительной степени зависит от руководителя. Когда я, как первый вице-президент Федерации плавания, глубоко погруженный в эту тему, познакомился с вашим руководителем, я понял, что у вас в республике все хорошо. У вас точно будут и все плыть». Все действующие и только готовящиеся программы должны помочь привлечь внимание людей к своему здоровью. Важно знать, что физическая нагрузка необходима в любом возрасте. «Нет, все эти предложения, которые сформулированы были по содержательной части и по существу рассматриваемого вопроса, они, конечно, будут учтены и в подготавливаемом докладе и в стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Наесть волевые решения президента Российской Федерации Владимира Путина. Поэтому наша задача, выполняя обеспечительские функции, с учетом лучших региональных практик, максимально использовать тот потенциал, который есть. Все те наработки, которые есть в республике у нас, как сильные стороны, они тоже востребованы регионами Российской Федерации. Мы, развивая межрегиональное сотрудничество, используем лучшие практики других субъектов Российской Федерации. Это очень важно. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика, из Москвы. О национальных проектах, инвестиционной привлекательности и роли предпринимателей в развитии региона. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Москве принял участие в съемках программы «Россия. Территория бизнеса». В гостях телеканала «Про бизнес» побывали и мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Шоклев. Федеральная телевизионная программа «Регионы России» – это часть большого ТВ-проекта. В режиме прямого диалога руководители субъектов рассказывают об инвестиционных возможностях областей, республик. Одним из первых гостей студии стал глава Чувашия. Ведущие программы Василий Богданов и Анастасия Белоногова выбрали для беседы актуальные темы. Начало реализации на территории Республики национальных проектов, роль предпринимателей в развитии экономики региона, их проблемы, укрепление социальной стабильности. Кроме того, были затронуты вопросы здравоохранения, экологии, строительства жилья и формирования комфортной городской среды и демографии. – Проект задуман в прошлом году. Его цель – это показать, дать возможность регионам России обратиться к предпринимателям как внутри страны, так и к зарубежным в прямом диалоге. Мы смотрим регионы, которые занимают хотя бы первые 30-40 позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности. И Чувашия все годы входит в верхнюю часть этого рейтинга. Да, где-то там выше, где-то ниже, но в общем в верхнюю часть рейтинга. И это очень ценно. Программа выйдет в эфир в начале июня. Всего запланировано более 20 выпусков, посвященных Чувашиям. Увидеть их можно в кабельных сетях на Яндекс.ТВ и интернет-сайте телеканала «Про Бизнес». Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Чувашия и Венгрия продолжают развивать двусторонние отношения. Перспективы дальнейшего сотрудничества сегодня обсудили генеральный консул в Казани Адам Штифтер и глава республики Михаил Гнатьев. Подробности у Дмитрия Ковалева. Привет! Адам Штифтер, очень приятно. Привет, друзья, на Чувашской земле. Спасибо большое. Посмотрели, что с этой птичьей полета город. Как дома? Со столицей республики Адам Штифтер знаком, хотя и приезжает сюда впервые. Венгерском городе Эгере дорожат по братимскими связями с чебоксарами. Договор заключили 15 лет назад. Эгер славится тем, что там целый квартал называется, квартал Чебоксары. Человек въезжает в любой город и сразу может практически понять, какие люди живут. И здесь очень порядочные, очень аккуратные, все чисто. Очень порядочные жители вашей республики. Я, конечно, как консул тоже смотрю. У нас визы выдаются в Казани, мы сами выдаем шенгенские визы. И практически, ну как у нас говорится на венгерском, на одной руке могу посчитать, сколько отказов было за два года из вашей республики. Так что очень порядочные, очень честные люди. Двухсторонние связи становятся крепче, растет и торговый оборот. Так аграрии республики наладили прямые поставки семян кукурузы из Будапешта. Фермеры покупают, потому что качество соответствует той цене. Мне достаточно уже и тот показатель, что это не первый и не второй, когда они покупают. Поэтому, ну правильно говорила сегодня заместитель министра, любого фермера можно один раз обмануть. Так что он уже понимает, один раз обманул и больше покупать не будет. Они уже, ну, несколько лет подряд покупают венгерскую кукурузу. И рост по объему закупок тоже растет. В сфере АПК стороны прорабатывают и совместные проекты. Михаил Игнатьев отметил, что для инвесторов в республике открываются новые рынки. Я могу пожелать вам, значит, и предложить, чтобы те предприниматели, те фермеры, которые хотят локализовать производство, где реально могут земли сельхозназначения в аренду взять, и молочную дворную ферму построить, соответственно, сыроварни могут сделать и иметь хороший рынок на территории Российской Федерации. Глава республики отметил, что чувашские предприятия продолжают наращивать объемы продаж в Венгрию. Спросом пользуются электротехникам. Отрадно то, что организации электротехнического кластера продают свои продукции. По качеству, по цене они на сегодняшний день не уступают мировым компаниям. Есть мировые компании, конечно, в определенной степени монополизировались и хотят рынок удерживать. Конкурентность среди, все развивается, застоя нет, но и масштабы по объемам внешне другого оборота будут увеличиваться. Теперь многое зависит от дальнейших переговоров двух сторон. Венгерскую делегацию в Чебоксарах ждут и в августе, на юбилее столицы региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Региональный сосудистый центр Чувашии подвел итоги 10-летней работы. Именно столько действует система оказания медицинской помощи больным с инфарктами и инсультами. На научной конференции врачи обменялись опытом по вопросам лечения и реабилитации пациентов. 10 лет назад Чувашия в числе 12 пилотных регионов попала в программу развития системы медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией. Благодаря участию в национальном проекте здоровья были открыты специализированный региональный центр и 7 первичных отделений. Их зоны действия сформированы так, что даже на вызовах в самые удаленные населенные пункты золотой час именно 60 минут. Показатель эффективности сосудистой программы – это первое – это доступность. То есть это показывает, что если раньше госпитализировалось до 2008 года 65% пациентов, то сейчас профильное отделение госпитализируется 98% пациентов с острыми инсультами и инфарктами. Это эффективность использования новых технологий, специализированной помощи. Это тромболитическая терапия, рентген-эндоваскулярные вмешательства, нейрохирургические вмешательства, геморрагических инсультах и ишемических инсультах. Немного цифр. За 10 лет только в региональном сосудистом центре прилечились более 25 тысяч человек. Около 70% пациентов после инсультов способны к самообслуживанию. Но самое главное – смертность от инфарктов и нарушений мозгового кровообращения снизилась на 30%. Все это дает право считать республиканскую систему сосудистой помощи достаточно эффективной. Специалисты отмечают успехи и в реабилитации больных. Это плюс, огромный плюс, потому что процентов 75 наших регионов, к сожалению, у них еще реабилитация, можно сказать, не очень хорошо развита. И пациенты после прохождения лечения, выделения острого, например, инсульта, они не получают достойную реабилитацию, потому что не развита вот эта система. В Чувашии как раз реабилитации большое внимание уделяется, что очень-очень хорошо. Врачи обсудили ряд вопросов, связанных с внедрением новых технологий в кардиологию, неврологию, реабилитацию. Обменялись опытом ведения больных сосудистыми заболеваниями. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. Неожиданная проблема возникла у молодых мам, живущих в северо-западном районе столицы. В раздаточном пункте детской кухни номер 4 не хватает молока. До открытия пункта еще полчаса, а очередь перед дверями уже собралась. Молодые мамы приходят заранее, чтобы успеть купить заветную бутылочку молока. Мы приходим в молочку за час, чтобы купить ребенку молоко. Это действительно проблемой стало. Дают по одному, по одной бутылке. У меня ребенок засыпает с молоком. В день у нас где-то выходит по 4 бутылки. Мы сейчас и бутылки уже с собой приносим, хотя они считаются одноразовые. На весь северо-западный район работают всего три пункта. В этот по адресу улицы Гузовского 30 приходят родители с нескольких микрорайонов. Роща, Новое село, Волжский. В другие идти далеко, особенно с маленьким ребенком. Ходили в другую разточную бутылку. Да, молока много. Дают сколько спрашивают, сколько дают. У нас возникла некая такая борьба за эту бутылочку молока. Звонили на горячую линию Минздрава. Сказали, что вопрос решается, но когда решится, ответить не смогли. Более того, непонятная ситуация складывается за счет того, что, насколько я знаю, это молоко в тех же самых стеклянных бутылочках от той же детской больницы, которая производит это молоко, оно продается в коммерческих аптеках. Там оно чуть подороже по цене, но там таких сложностей нет. В этот пункт, по словам родителей, раньше привозили по семь ящиков молока, а в последнее время лишь по одному. При нас из машины выгрузили три ящика. Полчаса и все бутылки разбирают. И те, кто не успел, как говорится, остается ни с чем. По словам жителей, длится все это целый месяц. В самом пункте говорят, что всему виной недостаток стеклянной тары. Нет бутылочек. Завод закрылся, который поставлял бутылки. Поэтому не хватало молока, да? Да. А сейчас с заводом все нормально? Нет, так же не работает завод. Сегодня просто больше вывозили бутылок, да, чем вывозили? Да. А с чем связано? То есть откуда вы есть тогда? Приносят, люди приносят бутылки в обмен на молоко. А такая проблема, вы знаете, только в этом раздаче? Нет, везде. Проблему подтвердил главный врач городской детской клинической больницы. На сегодняшний день производитель стеклянных бутылок для детских молочных продуктов, а именно для молока, акционерное общество Бымковский экспериментальный завод не имеет технической возможности для производства бутылок данного вида. Возобновление поставок бутылочек для розлива молока, а вместе с тем и продаж стерилизованного молока для детского питания, для детей раннего возраста, возможно, не ранее последней декады июня этого года. Причина ясна, остается ждать возобновления производства столь дефицитной тары. Но как объяснить это детям? Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. В предстоящую субботу, 1 июня, Чебоксары станут большой праздничной площадкой ко дню защиты детей. Но в поддержке взрослых дети нуждаются каждый день. В начале года администрация столицы утвердила план проверки детских садов на безопасность. Сегодня очередь дошла до детсада номер 10. Мы переходим дорогу. На какой свет? Вспоминаем? На зеленый. Почему нельзя переходить дорогу на красный? Зачем мыть руки перед едой? Можно ли заходить в лифт с незнакомым человеком? Элементарным правилом безопасности в игровой форме воспитатели Чебоксарского сада номер 10 учат детей постоянно. Пойдешь с нами, если мы тебе куклу Барби сейчас дадим очень красивую, пойдешь с нами? Нет, почему? Потому что у нас есть дома куклы. А если котят, покажем красивых пушистых маленьких, пойдешь? Однако знания, как вести себя в той или иной ситуации, не защитят от всех угроз. Создать условия максимальной защиты от разных ЧП должны взрослые. Способы эвакуации. Первое, на что обращает внимание, межведомственная группа антитеррористической комиссии. На случай, если, к примеру, пожар случится в коридорах, запасные выходы есть и в группах. А чтобы пути, которые должны быть спасением, не стали угрозой несанкционированного доступа, под контролем каждая дверь. По всей территории, около каждого входа установлены камеры видеонаблюдения. Если вдруг сотрудник заметит, что это не корреспондент с микрофоном, а зломышленник с явно недобрыми намерениями, с помощью тревожной кнопки он сможет вызвать спецслужбы. Проход в здание только через видеодомофон. Задаем вопрос, почему такая же система не распространяется на калитке? Мы же жилой дом, и наша дорога является противопожарной дорогой дома. Мы не имеем права ее закрывать прям капитально. Вот в чем дело. Состоянием системы безопасности в этом детском саду специалисты остались довольны. А вот мы нашли недостаток. Так этот самый пожарный проезд, из-за которого нельзя закрыть калитки, занят припаркованными машинами. А значит, в случае возгорания драгоценное время будет упущено. Водителем одной из них, кстати, оказался один из проверяющих. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Восточный колорит, самобытная кухня и ритмичные танцы в Доме дружбы народа в Чебоксарах отметили День Республики на Азербайджан. Аппетитные, вкусные, королевские блюда, шахплоу. Его, естественно, у нас времена далеких времен, его предоставляли королям. А еще долма, леванги, чута. В стол гостеприимных азербайджанцев пестрит разнообразием национальных блюд. А в актовом зале Дома дружбы народов звучит мелодия лезгинки. И под нее ритмичные темпераментные движения. Чувашский и азербайджанский народ связывают многолетние дружеские отношения, наложены экономические и культурные связи. А подобные мероприятия еще больше сплачивают народы. Танцы, песни и стихи на обоих языках включили в праздничную программу, посвященную 101-й годовщине провозглашения Республики Азербайджан. Мне хотелось бы поздравить всех азербайджанцев мира и то, что мы живем в прекрасной земле Чувашской и Чувашский народ в том числе. Этот прекрасный праздник отмечается уже с 91-го года. Это все новости среды. А я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин